Добрый вечер, о новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Дайвича и я, Екатерина Зубарева. Смотрите в этом выпуске. Сигнальных лент нет в городской власти. До сих пор не оградили аварийное здание у пешеходов. Жители Вересников рискуют каждый день. Аварийные дома вдоль дорог разваливаются, когда власти обещают их снести. Медпомощь стала ближе. ФАП в Котельническом районе будет обслуживать семь ближайших поселков. 31 декабря в области объявлен выходным днем. Кто точно успеет накрыть новогодний стол? Прицел и выстрел точно в цель. Однорукий пенсионер стал победителем чемпионата по спортивному двоеборью в Белой Холуднице. Последний день уходящего года будет выходным. Об этом заявил губернатор Кировской области во время прямой линии. Соответствующий указ Игорь Васильев уже подписал. Однако поработать придется в последнюю субботу месяца. Коснется нововведения пока только сотрудников государственных учреждений. Что касается коммерческих организаций, тема пока под вопросом. Ранее в Роструде пояснили, что в коммерческих компаниях 31 декабря может стать выходным днем, но только в том случае, если работодатель предоставит сотрудникам дополнительный день отдыха. Предоставить работнику выходной 31 декабря можно и как день отпуска, оплачиваемый, если это предусмотрено графиком, и есть неиспользованные дни, либо за свой счет. Что касается новогодних каникул, напомню, они продлятся с 1 по 8 января. Прокуратура просит власти Кирова вспомнить про 20 городских улиц. В ходе проверки выяснилось, что их не включили в список для уборки снега. Первомайский районный суд после иска прокуратуры обязал администрацию включить более 20 участков в перечень дорог для зимней уборки. На это у властей есть месяц. Проверку в прокуратуре провели по жалобам жителей города. От снега в Кирове не чистили улицы Александра Невского, Борисовскую, Власовскую, Молчановскую и другие. Все в основном в районе Филейки и Ганина. Кстати, еще в январе этого года администрации города внесли представление о необходимости дополнить перечень улиц для уборки от снега. Но необходимых мер чиновники не приняли. Поэтому ведомство обратилось в суд с иском о бездействии органов власти. Новое оборудование и доступность в Котельническом районе в деревне Зайцевы открылся фельдшерско-акушерский пункт. Там первичную медпомощь будут получать больше 500 человек, жители ближайших семи населенных пунктов. И это не последний ФАП области, который, кстати, строят по новейшим технологиям. На торжественном открытии медучреждения представители областной власти поделились планами на развитие медицины в области. Делегация, состоящая из руководства области, появилась на улицах Котельнической деревни Зайцевы неспроста. Здесь открылся фельдшерско-акушерский пункт, где будут лечиться 553 человека. В новом ФАПе не только кабинеты врача и процедурной. Здесь есть и помещение для хранения лекарств и даже комната ожидания. Сам объект оснащен современным медицинским оборудованием. Здание ФАПа с точки зрения технологии возведения, по словам присутствующих, тоже соответствует духу времени. И он внутри засыпной или какой-то? У него утеплитель. Утеплитель внутри. А сколько строилось? Его за месяц построили. За месяц. Это социальный проект. У нас в правительстве Санкировской области заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. И в рамках этого соглашения на совершенно безвозмездной основе мы построили фельдшерско-акушерский пункт. Мы открываем новые ФАПы, новые современные, в которых будет место и аптечного пункта, и выдача льготных лекарств. И самое главное, что здесь применяются самые современные технологии и задействованы наши предприятия. А это рабочие места, это налоги и возможность строить еще больше вот таких замечательных, в том числе лечебных учреждений. Местные жители отметили удобное расположение медучреждения. Мы там старые, мы ходили туда, зимой не пройти, не чистят. Весна-осень, грязь, глина. А здесь удобно, в хорошем месте. А здесь удобно. В следующем году в планах правительства области открыть не меньше 12 ФАПов. Открытие этого совпало с приездом в деревню Зайцево бригад дружины здоровья. Волонтеры-медики, они оказывают значимую помощь, потому что они приезжают в села, в поселки городского типа, и помогают вместе с социальными работниками, всем нуждающимися. Это большое подспорье. Вот и здесь волонтеры проводили первичный осмотр, измеряли давление и сахар. А соцработники консультировали людей по мерам соцподдержки в регионе. В Кирове задержали должника, который живет в лесу, и изъяли у него автомобиль. По данным судебных приставов, на посту ГИБДД вместе с инспекторами, они задержали жителя Слободского, грузовик которого находился в розыске. Сообщается, что мужчина не платил за кредит и накопил долг на общую сумму 5 миллионов рублей. Причем фура была в залоге у банка. Как пояснил сам должник, погасить задолженность он не может, поскольку живет в лесу, промышляет собирательством и охотой, и никакого имущества у него нет. В итоге лишился и машины. Прямо на трассе на автомобиль должника был наложен арест. В России впервые стартовал форум, посвященный утилизации и переработке отходов. Масштабное мероприятие проходит в Кирове. Инициаторами его проведения стал Вятский госуниверситет, Институт биологии КОМИ, Российская академия наук и Росрау. Научно-практическая конференция продлится 4 дня. За это время специалисты, ученые и чиновники из 40 регионов страны обсудят проблемы утилизации отходов и возможности их переработки. Запланировано несколько научных конференций. Присутствовать на форуме будут и представители Комитета по экологической безопасности и природопользованию. В него входят 10 депутатов Законодательного собрания региона. Председателем Комитета является Елена Перминова, заместитель директора Кирово-Чепецкого филиала «Уралхим» по персоналу. Комитет отслеживает все очень важные вопросы, которые происходят и в нашем регионе, и в законодательстве. В октябре месяце с докладом выступило правительство Кировской области о промежуточном мониторинге. Все знаем, мы в курсе всех событий и, соответственно, те обращения, которые приходят нам в Комитет от населения города и районов, мы, естественно, всех информируем. Участники форума считают, что опыт специалистов из других регионов можно успешно реализовать в Кировской области. Напомню, продлится Всероссийский форум утилизации и рециклинг отходов производства и потребления до 5 декабря включительно. Субтитры предоставил DimaTorzok Одно из предприятий Котельнического района продолжает сбрасывать сточные воды в местную реку Куринку. Об этом сообщают активисты Всероссийского народного фронта. Это видео общественники сняли еще осенью. С их слов ситуация не изменилась до сих пор. Предприятие по производству предположительно молочной продукции продолжает сливать сточные воды в реку. При том, что в этом году за нарушение правил водопользования организация была оштрафована на 120 тысяч рублей. Местные жители жалуются, вода в реке грязная, запахом мыла и аммиака. По данным активистов, предприятие вновь получило предписание от надзорных органов устранить нарушение срок до августа 2020 года. Выходит, переживают активисты, что еще как минимум 8 месяцев в реку Куринку будут сливаться сточные воды. В Кирове подвели итоги конкурса среди пожилых людей «Серебряное созвездие-2019». Мероприятие прошло впервые. Как говорят организаторы, акция направлена на повышение качества жизни старшего поколения. Какие идеи людей, как их еще называют «серебряного возраста», признаны лучшими? Смотрите в нашем следующем сюжете. Жила-была принцесса Мирабель. Умная, добрая, красивая. Сказку «Принцесса Мирабель» пенсионерка Вера Кротова написала сама вместе с внучкой Соней. А еще придумали иллюстрации книги и смастерили кукол героев. Творили бабушка с девочкой в рамках проекта «Дорогами волшебных сказок», который стал одним из 14 победителей грантового конкурса «Серебряное созвездие-2019». Проект проводился впервые по инициативе депутата Госдумы Рахима Азимова. Все для того, чтобы жизнь старшего поколения заиграла яркими красками. Очень интересно пообщаться с другими бабушками. Мы обменивались здесь и опытом, воспитанием внуков. Вместе психолог с нами проводил различные психологические игры. Кроме Веры Кротовой поделились успехами и другие победители конкурса. Участники проекта «Лепить чудо творить» показали сделанные своими руками изделия из керамики. А представители Зуевского района рассказали, как организуют праздники для пожилых людей. Поэтому такой полезный и нужный конкурс должен быть непременно продолжен, решил депутат. «Проект, я думаю, станет хорошим поводом, чтобы еще раз поблагодарить и отдать уважение и любовь нашим родителям, старшим нашим, которые трудились и создали те условия, в которых мы сегодня живем и развиваемся». Поддержала идею продолжить проект в новом году и самая юная участница конкурса Соня Власова. «Пусть этот путь будет открыт для всех». Прием заявок на «Серебряное созвездие-2020» стартует с 1 февраля. Конкурс в следующем году будет приурочен к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ульяна Ездакова, Владимир Лисик, Бюро новостей Давиджа. Ночью в Санкт-Петербурге горел ангар в промышленной зоне, а в Оренбурге рухнул путепровод во время проведения ремонтных работ. Подробности этих и других событий в рубрике «Происшествия». На объездной трассе в Оренбурге обрушился путепровод. Все произошло накануне вечером 2 декабря. Местные жители рассказывают, мост уже месяц был на ремонте и движение на нем было ограничено по весу. Свидетели обрушения заявляют, по Виадуку проехал груженный щебнем большегруз и мост повело. За ним следовала фура, ее массу путепровод уже не выдержал. Также в этот момент на мосту проезжал легковой автомобиль. Он тоже оказался в эпицентре обрушения. Обоих водителей с травмами увезли в больницу. По факту произошедшего проводится проверка. Пожарным Санкт-Петербурга удалось потушить пожар в ангаре промзоны города. По данным регионального МЧС, возгорание было локализовано на площади 12 тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 220 человек и 49 единиц техники. Также на место происшествия был направлен пожарный поезд и передвижная химика-радиометрическая лаборатория. В помещениях ангара хранились фанера, каучук и другие материалы. В результате пожара произошло обрушение конструкции ангара. Пострадавших нет. Стрела автомобильного крана упала на припаркованный КАМАЗ в Туле. Водитель, который находился в грузовике, погиб на месте. Все произошло в Зареченском районе города. Очевидцы происшествия сообщили. Водитель крана начал разгружать тротуарную плитку, не выставив опоры. Как того требуют правила техники безопасности. После чего вышка рухнула на землю. Стрела крана также повредила припаркованные легковые автомобили. Жители Вересников сегодня рискуют здоровьем каждый день, когда идут на работу или по делам. Расселенные аварийные дома вдоль дорог начали буквально разваливаться. Так на днях с такого дома на ключевой 11 рухнула кирпичная труба прямо на тротуар. По счастливой случайности никто не пострадал. Где лучше не ходить, знает моя коллега Евгения Бакина. Сигнальных лент нет. Городские власти до сих пор не оградили аварийные здания от пешеходов. Напомню, пару дней назад с этого дома на ключевой 11 в микрорайоне Вересники рухнули два кирпичных дымохода. Они, кстати, до сих пор здесь лежат. Во время ЧП никто не пострадал. Хотя упали тяжелые конструкции на тротуар, где чаще всего прогуливаются мамочки с детьми и пожилые люди. Пострадать могут и сотрудники ближайших предприятий, рассказывает кировчанин Виктор Буковский. Он проходит аварийный дом быстрым шагом. Говорит, снег с таких зданий не убирает никто. Да и на голову могут рухнуть старый шифер или оконные рамы. Страшновато, конечно. Но все равно по дороге идти опять тут шибли. Женщина шла по дороге. А этот мужчина утверждает, что дымоход упал не сам. Видел своими глазами, как с крыши трубу сбросили неизвестное. Предположил, что инициативу взяли на себя местные, завидев беду. И он прямо с краю лежал. Видимо, кто-то добрый человек залез и свалил. Сносить дом на Ключевой 11 власти планируют лишь через года два. Но это не единственное в Вересниках аварийное здание. Таких десятки. Ежедневно через сгоревший дом тоже на улице Ключевой проходят люди. Выбора нет. Рядом находится остановка общественного транспорта. Чтобы пройти к легкоатлетическому манежу в Вереснике, люди протоптали себе тропку. Правда, путь выбрали тоже небезопасный. Лежит он через аварийный дом, у которого обгорела крыша. Не понимают местные жители, почему снос опасных домов затягивается на несколько лет. Чего власти ждут? Неужели, когда все рухнет само? Задается вопросом Виктора Буковски. Евгения Бакина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича. Обсудим тему опасных расселенных аварийных домов с главой теруправления по Первомайскому району. После небольшой паузы не переключайтесь. Впереди много интересного. В Парке Победы почтили память неизвестного солдата. В Кирове прошла линейка памяти. Прицел и выстрел точно в цель. Однорухий пенсионер стал победителем чемпионата по спортивному двоеборию в Белой Холунице. Долгожданная беременность и защита диплома. Кировчане рассказали о хороших новостях. В Кирове десятки домов под снос. И большинство из них, в своей очереди, на исчезновение ждут годами. Кто будет отвечать за последствия, если они будут, когда такие здания обвалятся сами? Как это произошло с домом на ключевой 11? И почему снос невозможно запланировать сразу после расселения здания? Спросим у нашего гостя, начальника теруправления по Первомайскому району Вячеслава Симакова. Здравствуйте. Добрый вечер. Вячеслав Николаевич, наверное, в районе, за который вы отвечаете, таких домов большинство. Одни вересники чего стоят? На сегодня на территории Первомайского района 400 домов, признанные аварийными и подлежащих сносу. Их расселили все, да? Да, частично расселены, еще работа ведется, то есть там есть муниципальное жилье, есть собственники, которые не всегда их устраивают предлагаемые варианты, но эта работа ведется. При признании дома аварийным мы, в первую очередь, предлагаем маневренный фонд для того, чтобы люди могли временно проживать в благоустроенном жилье с последующим переселением. Но, как правило, в маневренный фонд люди очень редко переезжают, да? Если только уже совсем крыша рушится. У нас 177 помещений, которые нам переданы в маневренный фонд, это больше 230 комнат. На сегодня 36 только из них пустые. В этом году мы предоставили два жилых помещения для переселения. Почему сразу невозможно снести здание, когда его признали аварийным? Во-первых, сейчас изменилось законодательство, после расселения необходимо для того, чтобы снести дом, еще провести проектные работы. Следующий вопрос – это выделение необходимых объемов финансирования. Цифры значительные, поэтому необходимо... Сейчас рассматривается несколько вариантов. Сколько у нас, вот сумма, говорите, вы значительная, сколько это? Я уже сказал, что только в первую очередь 400 домов у нас аварийных. В этом году было выделено 3 миллиона 600 тысяч рублей в департаменте городского хозяйства. В рамках этих средств 7 домов будет снесено, и по 9 объектам будут выполнены проектные работы. На следующий год, я насколько знаю, эта сумма составит порядка 3 миллионов рублей. А из чего складывается сумма сноса? Проект, сами работы, что еще туда входит? Проект, снос, транспортировка и утилизация. Как я сказал, мы сейчас рассматриваем другие варианты внебюджетных источников. Это либо продажа земельных участков вместе с этими объектами, то есть рассматривается заинтересованность каких-либо юридических лиц, включается этот объект в программу приватизации с последующей продажей, либо, если есть заинтересованные лица в каких-то строительных материалах, сегодня разрабатывается порядок сноса с привлечением внебюджетных средств. Вот очень часто в таких домах законсервированных обитают лица без определенного места жительства, иногда там дети бродят. Как защищаются эти дома, как препятствуют проникновению туда? Ну, в основном приходится заколачивать дверные и оконные проемы. При ежедневных рейдах мы это осматриваем, сообщаем информацию, в зависимости от того, кому дом этот принадлежит, либо в департамент муниципальной собственности, либо в управлении дорожной паркой инфраструктуры, в департамент городского хозяйства. Если все-таки что-то происходит, например, с дома там падают кирпичи, и кто-то пострадал, кто за это будет отвечать? Владелец здания. Владелец здания? Да. Ага. Все, спасибо большое, Вячеслав Николаевич, что пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. С вами прощаемся и продолжаем. Спасибо. До свидания. В Кирове отметили День неизвестного солдата. Он посвящен мужеству и героизму воинов, погибших в боях за Родину. У мемориала в Парке Победы собрались представители власти, кадеты, члены ветеранских и молодежных организаций. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. На торжественной линейке у Стеллы в Парке Победы собрались представители власти, духовенства, школьники и юнормейцы. Все они пришли почтить память безымянных героев, погибших за Родину. Сегодняшний день для меня очень дорога память о тех людях, которые не щадили себя, защищая нашу Родину. В памяти павших будьте достойны, уважаемые товарищи. Этот девиз я ношу в своем сердце всю жизнь. Говорили и о том, что война не окончена, пока силами юных поисковиков останки всех до единого солдат не возвращены на родную землю. И вот это молодое пополнение в своих сердцах хранит не только имена воинов погибших, а всю историю, всю память о тех страшных боях, которые проходили на нашей земле и за ее пределами. Все присутствующие почтили память неизвестных солдат минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В Кирово-Чепецке прошло награждение победителей конкурса среди журналистов с любовью к Кирово-Чепецку. Итоги подводили в нескольких номинациях. Лучший материал в печатном СМИ, лучший телевизионный сюжет, лучший материал в сети интернет и специальная номинация «Кирово-Чепецк – мой любимый город», в котором победителем стала ведущая телеканала «Девятка ТВ» Юлия Андреева. Она получила награду за телепроект «Уралхимия». Этот проект проводится совместно с компанией «Уралхим». Ученики 11 учебных заведений Кирово-Чепецка соревнуются между собой за звание лучшей школы. Конкурс с любовью к Кирово-Чепецку проводится в пятый раз. В нем принимают участие журналисты, которые освещают события в Кирово-Чепецке и говорят о жителях этого города. Организатором является администрация Кирово-Чепецка. Конкурс проводится для того, чтобы выполнять свою главную цель – информирование жителей города Кирово-Чепецка, регионной страны о таком замечательном городе. Второе – это повышение творческой активности журналистов и привлечение внимания к городу и к тем людям, которые трудятся на благо города Кирово-Чепецка. В Белой Холунице прошел чемпионат по спортивному двоеборью – это стрельба из пневматической винтовки и дартс. В них могли принять участие все желающие. Впервые за четырехлетнюю историю таких соревнований их победителем стал пенсионер, у которого нет одной руки. Все подробности в нашем следующем сюжете. Прицел и выстрел из пневматической винтовки на расстоянии пяти метров от мишени. Чтобы попасть в цель, у Николая Бутина было пять попыток и только одна рука – правая. В итоге он набрал 37 очков. Это самый высокий результат турнира среди мужчин, который сделал Николая победителем. «Победил наших соревнований Николай Иванович Бутий!» Меткость участников оценивали не только по стрельбе из пневматики, но и по игре в дартс. Каждый из 30 человек метнул дротик пять раз. Лучшие результаты определяли в мужском и женском зачетах. Победители в дартсе набрали практически равное количество очков, потому что каждый из них тренировался и набивал руку перед соревнованиями. «Мы, допустим, с ветеранами регулярно перед соревнованиями проводим тренировки. Была 20-го числа тренировка по стрельбе, по дартсу, чтобы для координации правой и левой рукой дартс металли тоже людям понравилось. Это все, что-то стараюсь новенькое включить». В Белохолуницком турнире участвуют в основном ветераны и пенсионеры. В этом году в меткости соревновались 16 мужчин и 14 женщин. Победители определяли по сумме очков в обеих дисциплинах лучшим. Среди мужчин стал Николай Бутин, у него 78 очков. Среди женщин лучшая Фаина Мезенцева, которая набрала 72 очка. Таким был этот вторник глазами наших корреспондентов. Какие новости у кировчан? Давайте посмотрим. Скоро Новый год. Жена забеременна. Борщ вкусный был в столовой. Люблю очень, когда снежно, на лыжи можно ходить. Вот очень радуюсь снегу сегодняшним. Купил мед на Линске. Учусь у нас журналисты и практика просто на канале. Мы ходим на съемки. Добрый день, Владимир. Мой сын женится. Диплом защитили. Ну, я сегодня надел кофту с высоким гуровом. Она до этого была стирка. Я замечательно сходила на обед. С днем вот ребенка навестить, он учится здесь в колледже. Несем людям радость. Делаем новогоднее настроение для Кирова. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Екатерина Зубарева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин